Права человека, права ребенка, антидискриминационные движения, права инвалидов, защита прав ЛГБТ-сообщества. Со всем этим в Украине в 21 веке до сих пор сплошные глубокие пропасти. Только с приходом к власти новых чиновников. Все на раз-два. Хотя в государстве есть независимый омбудсмен и представители его офиса, в Кабмине придумали еще одного своего уполномоченного по вопросам семьи и семейных ценностей. И даже назначили на эту должность человека, Адриана Буковинского. Если правительство считает, что Министерство социальной политики недостаточно выполняет свои функции и нужен отдельный правительственный уполномоченный, это права правительства. Кому действительно было нужно и как, собственно, происходило это назначение – очередная тайна. Но после того, как общественные активисты и правозащитники обвинили Буковинского в гомофобных высказываниях, глава Кабмина заявил, что на эту вакансию откроют прозрачный конкурс. Вместе с тем, о целесообразности новой должности вообще существуют сомнения. Так, общественная организация «Ластрада Украина» даже инициировала обращение к премьер-министру Арсению Яценюку. Мы – представители и представительницы общественных организаций Украины, независимые эксперты и экспертки, которые работают для защиты прав человека, прав женщин и детей. Внедрение гендерного равенства, противодействия дискриминации и насилию считаем «нецелесообразным созданием должности правительственного полномоченного по вопросам семьи». И приводят немало аргументов. Во-первых, это дублирование функций, которые есть в Министерстве социальной политики. Во-вторых, это нецелевое, неэффективное использование денег, которых в государстве не хватает сегодня для социальной политики. И в-третьих, это фактически кулуарное решение, которое не обсуждалось ни с общественностью, ни с учёными. В эффективность будущей работы нового уполномоченного не верят и члены организаций, объединённых в украинскую сеть за права ребёнка. Мы считаем, это первое нарушение Конституции Украины. Не может государство вмешиваться в частную жизнь семьи. Мы считаем, это нивелирование административной реформы, увеличение штата чиновников. Про возглашённая цель работы нового уполномоченного – это формирование эффективной государственной семейной политики. Он будет работать, чтобы никто не нарушал прав и законных интересов членов семей. Общественные же деятели называют правительственную идею обычным замыливанием глаз. Объясняют, в то время, когда не хватает социальных работников в регионах Украины, мало кризисных центров, нет денег. Нет денег на программы социальной поддержки, на вертикальные должности, на новых чиновников деньги находят. Давние проблемы, такие как насилие в семье или новые вызовы, такие как поддержка временно перемещённых семей, ещё одна должность не решит.